Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сегодня мы будем говорить о том, как сформировать отчет, который может понадобиться нам как для того, чтобы предоставить результат компании коллегам, так и для того, чтобы в будущем оптимизировать свою работу. Мы уже давно не собираем отчеты руками, и все выгрузки делаем из аккаунта в бизнес-менеджере. Сейчас я расскажу и покажу, как. Итак, начнем мы уже по традиции с ADC-менеджера. Заходим туда и начинаем настраивать столбцы. Нажав на кнопку настройки пользователя, выбрав там пункт «Настроить столбцы», если разбираться в тонкостях разделов вам не надо, то необходимо нажать на кнопку «Отчеты» и выбрать «Создать свой отчет». Также в «Мастер отчетов» можно перейти напрямую с бизнес-менеджера, но там мы не сможем настраивать функционал так же просто, как, например, с помощью настройки столбцов в рекламном менеджере. В целом оба функционала почти одинаковы. Я покажу только один пример настройки отчетов в ADC-менеджере, а после экспортирую его в «Мастер отчетов», чтобы посмотреть, какие возможности для анализа есть там. Так вы сможете выбрать наиболее удобный для вас вариант, отвечая на важный вопрос. Какие показатели отслеживать с помощью отчетов? Их множество, и начнем мы с отчета, который позволит понять, как в целом работает реклама. Отчет доходности инвестиций, который включает название компании, отцета или объявления, бюджет, результаты, цену результату, оценку релевантности, частоту, стоимость за тысячу показов и потраченную сумму. Это минимум, которое покажет работу рекламной кампании в целом и ответит на вопросы, устраивает ли вас текущая стоимость лида, хорошо ли воспринимает аудитория рекламные объявления, не потеряли ли эффективность ваше объявление или оффер. Об этом говорит высокая частота. Если вы сохраняете отчет, то потом сможете использовать его на любых уровнях просмотра результатов, на уровне компании, отцетов или объявлений. Нажмите «Применить». Вы видите ответы на все ваши вопросы, и эффективность рекламной кампании нам понятна уже на этом этапе. Также есть еще показатели, которые мы можем сравнить. Для этого мы идем в фильтрацию и сравниваем необходимые нам показатели, например, плейсменты. Или мы можем сравнить объявления только за период. Настроенную таблицу вы можете сохранить как отчет, либо экспортировать. Для этого нажмите «Отчеты», «Экспортировать данные таблицы», где следует выбрать необходимый вариант экспорта. Чтобы сохранить данные в разделе «Отчеты», нужно во вкладке «Отчеты» выбрать пункт «Создать свой отчет», после чего вы перейдете в соответствующий раздел. Там вы увидите данные по сделанным ранее настройкам и сможете воспользоваться инструментами для дальнейшей кастомизации отчета. Также сейчас я покажу вам, как его скачать. Выбрать можно удобный формат, такой как CSV или Excel, а также можно настроить отправку отчета на почту. Вот так мы с вами прошли путь от знакомства с кабинетом до создания отчетности, и теперь вы можете смело назвать себя уверенным пользователем бизнес-менеджера Facebook. С вами была Аня, до новых встреч!